Этигэловские игры — это праздник по национальным видам спорта. В этом году они посвящены 280-летию признания буддизма в России. Соревнования проходят на спортивных площадках Ивалгинского дацана. На соревнования по бурятской борьбе Бухая Барилдан допускали всех желающих, прошедших медицинский осмотр. Мужчины состязались в весовых категориях до 63-75 и свыше 75 килограммов. Один из них — Байрто Будаев. Молодой человек представлял кижингинский дацан. «Я сегодня на это соревнование на призыв Хамбала Матегыл приехал победить. Это для каждого бурятского мужчины. Это почёт и престиж. А касательно первого выигрышного моего соперника, могу сказать одно. Сегодня фортуна была на моей стороне технично. Провёл приём, который от меня не ожидал». К участию в стрельбе из лука также допускались все желающие. Дистанция стрельбы для мужчин — 60 метров, у женщин — 50. А вот, пожалуй, больше всего внимания зрителей привлекли конные скачки моря Уриудан. «Как увидели, специально с супругой, с друзьями приехали. И почаще, если ипподром будет работать, народу будет много. Тем самым возродится». «Очень нравится сегодняшнее соревнование. Я впервые на этом празднике под Дито Хамбала вы посвящённой Тигилову. Мне очень нравится, что эти игры сплачивает наш народ, Бурятия. Сама очень долго времени проживала здесь, поэтому для меня это очень душевно». «Это самый зрелищный вид спорта. И так как я сам тоже жакей в душу, и мой отец тоже был табунщиком. Так что вот, люблю с детства лошадей, всегда наблюдаю за этим спортом». В скачках можно было участвовать на лошадях только бурятской породы. Заезды проходили на дистанциях в 3, 9, 12, 15, 18, 21 и 25 километров. В роли жакеев выступали даже совсем юные ребята. «Самый молодой участник из Селингинского района, ему 10 лет. Эти ребята уже достаточно опытные, занимаются уже с 6 лет, работают с лошадьми, ухаживают, кто-то имеет уже в таком возрасте своих коней, лошадей. То есть это как бы, если вот кто-то говорит, допустим, он молодой, опасно, страшно, то я думаю, он даже, ребенок, если даже он легче, если он опытный даже, наоборот, мне кажется, как бы безопаснее лучше». Следующие эти головские игры пройдут уже в будущем году. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев, Новости дня, Иволгинский район.